Александр Головин, победитель встречи. Ожидаемо, что так скоротечный? Ну я, честно, настраивался на это, думал, если прием не получится, сделать стойки, поставить партер и решить там закончить. Многие считают в последнее время, что греко-римская борьба решается в партере. Вот для тебя, что более предпочтительное и любимое, стойка или все-таки борьба в партере? Ну мне, если честно, и там, и там нравится бороться. Так бы я не выбираю между партером и стойкой. Когда раньше были правила, что была борьба только стойки, я тоже по ним и выигрывал. Ну я думаю, если ты бороться умеешь, ты можешь и в партере, и в стойке бороться уметь. Согласен. Тот, кто стойки бросает, имеет определенное преимущество. Скажи, ты мог бы назвать в классике современной эталонного борца, который по всем позициям на него должны равняться? Ну я думаю, из нынешних, которые сейчас борются, или из прошлых лет. Ну я думаю, Роман Власов, который наш капитан сборной команды России. Ну я думаю, на него надо равняться и хотя бы приблизиться к тому, чему он достиг. А в чем равняться? Ведь повторять его манеру бессмысленно. Вы все разные. Вот в чем на него надо равняться? То, что у него проявляет характер, силу всегда. Издается, борется до конца. Многое делает. Ну, пример для молодых. Характер у него и воля в победе. Я правильно понимаю, если в предыдущую эпоху говорить, то это Сан Саныч Карелин? Скорее всего, да. Один из лучших тяжей. Человек делал три приема, но дело потрясающее. И вот, да, обратно. И накат. Сельский местный. Ну да, неплохой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...